Девочки, всем привет! Меня зовут Екатерина Андреева Вахрушева. Я занимаюсь наращиванием уже около 13 лет. И сегодня мое видео будет посвящено наращиванию волос недорого. Как выбрать мастера, как не попасться на супернизкую цену и что может быть из-за этого. На чем не стоит экономить, а на чем стоит. Вот, извиняюсь, я снимаю это видео в машине. Должна была это сделать с красивой картинкой, но на улице пошел дождь и мне ничего не оставалось. В общем-то, давайте рассмотрим вопрос, что вы решили нарастить волосы, но не знаете, кому пойти, как это сделать не сильно дорого. Как это можно сделать подешевле, но качественно и не напороться на горе мастера. Значит, из чего складывается цена при наращивании волос? Это работа мастера, который тратит около полутора-двух часов на вас, а также волосы. Самое дорогое, конечно же, это материал. Он бывает разного качества. Бывают волосы славянка люкс. Вот у меня. У меня свои, плюс у меня есть наращенные здесь. А также есть волосы категории стандарт по типу южно-русских. Они пожестче, ну, они подходят тем девушкам, у которых свой волос такой толстый и, в принципе, им не нужен даже мягкий, наращивать не нужно. Но, кстати, юшка стоит гораздо дешевле. Так вот, из чего складывается цена? Допустим, у нас в студии Кэти Хэ наращивание волос стоит 2 900. Это работа. Туда включена работа на 100 прядей. То есть мы приходим, если я говорю, что вам хватит 100 прядей, наращиваю 100 прядей, за работу я беру 2 900. Дальше уже идет расчет стоимости волос. Значит, есть два варианта. Если вы решили делать люкс, все, делайте люкс, потому что славянские волосы люкс-класса, они будут вам служить год и даже больше, пока они не станут короче, потому что с каждой коррекцией они укорачиваются на сантиметр-полтора, потому что мы отрезаем старую капсулку и поднимается волос наверх. Так вот, если по длине вас устраивает длина, да, при коррекции, при первой, при второй, то славянский волос вы будете перенаращивать более трех коррекций. Юшку может быть там одну, максимум две, потом волосы выкидываются. Значит, смотрите, славянка люкс. Волосы у нас стоят 13 000 рублей, пачка 100 прядей. Там, как правило, около 90 грамм волос. Если мы говорим про волосы южно-русские, опять же, у нас цена 9 000 рублей за пачку, там около тоже 90 грамм волос. Поэтому, из чего складывается цена? Из работы и из волос, материала. Если вы решили, что вам нужно ставить только микро-прядочки маленькие, они стоят дешевле, потому что в одной крупной прядке две микро. Соответственно, вы купите одну прядь и разделите ее на две части. Понятно, просто у меня некоторые клиенты, будущие мои, когда звонят, спрашивают, почему микро-прядка дешевле обычной. Я объясняю, потому что обычная прядка в два раза тоньше. Если вы возьмете крупную прядь, мы ее разрежем на две части, получится две микро. Поэтому, например, у нас одна микро-прядь 50 сантиметров, это примерно чуть ниже груди. Одна микро-прядь уже с работой стоит 100 рублей. Если мы возьмем работу из этой суммы 29, то, соответственно, получится где-то 70 рублей, да, прядка. 71. Вот. А крупная прядь уже стоит 130 рублей. Поэтому, если вы рассчитали или вам кто-то рассчитал количество прядей, неважно, у нас вы четко можете понять, сколько будет стоить и работа, и волосы. Если вам сказали, что 100 вам хватит, по фото я, кстати, всегда могу определить, ну, примерно, плюс-минус, там, 10-15 прядок, сколько вам нужно. То есть, если вы мне прощете фото в WhatsApp, то я скажу, сколько прядей понадобится. Если вам кто-то уже сказал, что нужно 100 штук, вот, можете смело посчитать, что в КТХ 2 900 стоит работа, и 100 прядей 13 тысяч, это не микро. Это крупный, нормальный, полноценный объем. А как могут обманывать салоны красоты? Они говорят, один объем у нас стоит акция, вообще суперакция, 9 тысяч рублей, все включено. Вот объясняю. Спрашивайте, какое количество грамм в этих прядках вам могут продать 100 прядей вместе с работой за 9-10 тысяч, а это будут микропрядки. И в итоге 100 прядей это ни о чем, это просто вот кончики тонкие-тонкие. То есть, ну, это будет виден переход, и это будет не очень красиво. Поэтому, в общем-то, вроде я все сказала, а по поводу того, каким горе мастера можно попасть, но это только из-за неопытности. То есть, определить опыт работы мастера можно, в принципе, по количеству времени, которое он тратит на наращивание. Вот запомните, 100 прядей я ставлю 40 минут максимум, 100 прядей. Если мастер ставит около 2-2,5 часов 100 штук, это уже понятно, звоночек, что у мастера опыта не так много. Потому что скорость можно наработать только количеством сделанных голов волос, да. Поэтому, ну, в общем-то, и все, да. Можно, конечно, по телефону спросить, а сколько вы по времени делаете 100 штук? Так вам мастер и сказала. Говорит, часа, приходите, а она 3 делает. Ну, в общем-то, это такая шуточка. А, в общем-то, самое важное, это не попасть в просаг по волосам. Можно работу сделать за 1000 рублей и волосы поставить за, не знаю, там, за 10 тысяч. А волосы будут просто такой ужас, что искусственные вам намешают. У меня, кстати, есть видео, как отличить искусственные волосы от славянских. Посмотрите на канале. Вот. Ну, в общем-то, я надеюсь, вам понравилось это видео. И напоследок я прикреплю к этому моему словесному видеоряду подборочку видео до-после моих работ по наращиванию волос. Возьму то, что я делаю в ближайшую неделю, просто все подряд, и посмотрите. А так, подписывайтесь на мой канал, и буду рада слышать в комментариях, какие видосики мне еще снять. Потому что за мой грандиозный опыт мне есть что сказать, но я просто не знаю, с чего начать и что именно вам интересно. Поэтому буду очень рада слышать ваше мнение. Например, сними вот об этом, почему у меня это. И я прям буду вам отвечать и приводить примеры. Это будет очень удобно. Оставьте, конечно же, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так, давай, разворачивайся лицом. Так, вперед все волосы. Да. Одной стороной вот так вот поделай, улыбаемся. Вот так вот вниз их. Ага. Так, и другую сторону тоже самое. Ага. Так, и боком повернись вот тем, не другим. Да, потому что у нас тут больше волос. Да, просто боком. Ага, все супер. Да, можно. Так, улыбаемся, да, показываешь. Ага, типа свою длину. Так, это у нас видео уже пошло. В общем-то, вот. У нас понятное дело. Так, хорошо. Ну, кто у нас? Так, случилось. Так, что, вы думаете. Конечно, челка. Что, Марина, ты не стала списываться с моим? Поактивнее, пожалуйста. А, тебе идёт? Да. Ага. И улыбаемся, и улыбаемся. Да, улыбаемся, Марина. Так, разворачивайся лицом теперь. Волосы вперёд. Пококетничали. О! Вот так вот, да. Смотри, вот так вот руку засовываешь под волосы, ничём. Смотри, волосы вот так ручку, и вот, типа, ага, да, показываешь. Да, да, да. И с другой стороны это же самое. Ага. Да. Так, вот так вот, например, ручку под волосы, да, вот так вот показали цвет, и с другой стороны тоже цвет показали. А, это как вы видели? Да, да, да. И с другой стороны тоже, да. Цвет. Ага, отлично. Спинок... У тебя кудряшки, ты их выпрямляешь? Нет, 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 нет. А, всё, поняла. Угу. 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 Так. Теперь я, стой. Угу. 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 Продолжение следует...